Всем привет, с вами Идяк. Вот принесли немного бутылок соседей и знакомых. Давайте распускать их на нитки. В сегодняшнем видео я покажу свою версию бутылкореза. Обязательно досмотрите это видео до конца и вы будете приятно удивлены то что можно сделать из пластиковых бутылок. Берем лезвие канцелярское. Нам нужна его только одна половинка, длинная нам ни к чему. Ломаем его на две части и берем только одну. Вторая пригодится на второй раз. Одной частью можно разрезать очень много бутылок. Вот специальные такие болтики, которые поджимают это лезвие. По мере затупления лезвия мы можем передвигать его. Вставляем лезвие и зажимаем его. Берем бутылочку, обязательно ровный край чтоб был. Заправляем в отверстие, тянем ниточку и все нить пошла. Вот такие еще есть направляющие с одной и с другой стороны, которые поддерживают бутылочку и не дают ей раскачиваться. Все, бутылочка крутится. Ну чтоб не тянуть ее вручную, воспользуемся остатками горлышек и сделаем с них катушку. Насаживаем плотненько на вот такой самодельный станочек. Берем скотч и фиксируем две катушки вместе. Достаточно будет нескольких оборотов. Берем скальпель и отрезаем лишнее. Наматываем 3-4 оборота нашей нитки и запускаем наш станочек. Электродвигатель сделает свое дело. Вот запустили двигатель и пошла намотка на бобину. Мотает быстро, вы можете заниматься в это время каким-то своим другим делом. Нитка намотается сама в течение нескольких минут. Вот электродвигатель наш. Это я его взял с вентиляции кухни. В качестве редуктора это поломанный лобзик был для дерева. Этот шкив нужен уже для другого станка. В следующем видео я расскажу для чего нужен этот шкив. Вот это вот вторая часть была станка. Вот наша бутылочка разматывается. Мы видим распускается в тоненькую ниточку. Нитка эта у нас в районе где-то миллиметра. Чуть позже я покажу как сделать тоньше ниточку. Пол миллиметра даже можно сделать без проблем. Ну это только с хорошей бутылки можно сделать пол миллиметра, может даже меньше нитку. Практически как леска. А с темных бутылок можно с зеленых сделать. И с под пепси тоже хорошо идет тонкая белая. Вот мы видим наша бутылочка уже практически вся намоталась на катушку. На катушке удобно, она не путается, намотана. Вот она оторвалась и чуть-чуть пытается разматываться. Ну мы сейчас это дело исправим. Берем ножницы и делаем надрез на катушке. И вставляем туда конец нитки. Все. Бобина намотана. Тут получается порядка где-то метров восемьдесят. С 1,25 литра бутылки. Вот сейчас я покажу как сделать более тонкую нитку. Вставляем лезвие наше. Берем ножницы и отрезаем часть бутылки. И делаем как проставочку между нашим лезвием и бутылкорезом. Наша нитка получается на толщину бутылки тоньше. То бишь где-то там 0,7 миллиметра она получится. Зажимаем это все. И начинаем распускать. На катушку я не буду наматывать. Я просто покажу что нарезается таким способом тонкая нитка. Если вы обратили внимание то наш бутылкорез расположен горизонтально. Это сделано для того чтобы наша бутылка под своей силой тяжестью плавно впадила в разрез для нарезания. Вот посмотрите получилась очень тоненькая ниточка. А вот результат долгожданный. То что я обещал в начале видео. Вот что мы потом смогли с этих ниток сделать. Вот часть, вот еще, еще и еще. Обязательно подписывайтесь на канал. Я дальше расскажу как эту нитку нам сплести. Покажу свой станок. Будем плести такую нитку. Если это видео вам понравилось. Или было полезно чем то. Ставим палец вверх. Подписываемся на канал. Всем пока. С вами был Идяк.